Пять суток ареста за разбитую остановку получил 21-летний житель Петропавловска. Напомню, инцидент случился вечером 10 октября по улице Жукова. В первом отделе полиции быстро установили личность нарушителя. Помог в этом стражам порядка прохожий. Он услышал шум. Увидев разбитый остановочный павильон, не стал тратить время на то, чтобы выложить фото в социальные сети, а незамедлительно позвонил на 102. По словам парня, в тот вечер он был пьян. Рядом были, кроме вас там еще кто-то? Не знаю, не видел. Находился в алкогольном опьянении. Сильно пьяный? В средней степени. Этот гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности. Далее в ходе опроса было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Далее в отношении него был составлен административный протокол по статье 434 части 1 кодекса о административных правонарушениях и направлен в суд. Постановление суда направили в отдел жилищно-коммунального хозяйства для подачи иска о возмещении причиненного ущерба. Кроме того, суд установил особое требование к поведению нарушителя. В следующие три месяца ему запрещено употреблять алкоголь. Контроль над исполнением будет возложен на участкового инспектора. Полицейские напоминают, что за нарушение особых требований к поведению предусмотрено дополнительное наказание. С 11 сентября в Казахстане вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся оборота гражданского и служебного оружия. Стражи порядка напоминают о них североказахстанцам. К примеру, теперь устанавливается административное ответственное за незаконное обращение с метательным, охолощенным сигнальным оружием и их составными частями. Правила его приобретения тоже изменились. Для самообороны с 18 лет можно приобретать газовое и электрическое оружие. Но и в этой части на законодательном уровне произошли определенные изменения. Претенденты и владельцы гражданского оружия будут проходить психологическое тестирование. Там будет выявляться склонность к насилию, а также к игромании. Предполагается, что такие тесты владельца оружия будут проходить раз в пять лет. Если их результаты будут негативными, права на владение оружием могут быть аннулированы. Подробно об изменениях в законодательстве, касающихся оборота оружия, можно узнать с помощью ресурса информационно-правовой системы нормативных правовых актов adelet.zan.kyz. Аналогичные данные есть в социальных сетях областного полицейского ведомства. Осенняя погода еще балует североказахстанцев ясными днями. Тем не менее, полицейские просят автовладельцев не расслабляться и заблаговременно подготовиться к сюрпризам межсезонья. Не забудьте поменять резину на землю, но избежать из приблизительных ситуаций на дорогу. Климат северного Казахстана нестабилен. Неожиданная смена погоды может застать врасплох. Своевременная замена шин позволит водителям уверенно справляться с дорожными ситуациями. Большинство автомобилистов говорят, что уже запаслись зимней резиной. Руслан Кудьяров уже 19 лет занимается пассажирскими перевозками. За состоянием машины смотрю постоянно. Прохожу квартальный техосмотр. По состоянию погоды постоянно переобуваюсь либо на летнюю резину, либо на зимнюю. Потому что несем большую ответственность перед пассажирами. Стражи порядка советуют следить за прогнозами погоды и предупреждениями службы ЧАЭС. Если автомобиль все-таки окажется неподготовленным, следует помнить о простых, но эффективных советах. Снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. В период неблагоприятных погодных условий в целях профилактики и недопущения дорожных транспорт происшествий на автодорогах республиканского значения увеличивается плотность снарядов патрульной полиции. В ночное время патрули у нас случаются включенными проблесковыми маячками. Автопатрули несут службу на наиболее аварийно опасных участках. За 9 месяцев в СКО произошло 221 ДТП, в которых 35 человек погибли, более 320 получили ранения. С 1 октября в СКО проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его цель – предупреждение правонарушений и преступлений, а также установление тесных и доверительных отношений с гражданами. Перед участковыми стоит задача обойти все дома и квартиры. Накануне они встретились с жителями многоэтажек в рабочем поселке. Своего участкового, знаете, часто приходят? Заходят, сообщают, что когда интернет, какие мошенники, когда просто что-то случается, мы в курсе всегда. Ну, дети, они есть дети, ну, конечно, детей у нас много, но некоторые, несколько человек, которые не слушаются, хулиганят. Но мы думаем, что мы с ними справимся. Стражи правопорядка провели основательную лекцию по профилактике бесконтактного мошенничества. Практика показывает, что сетевые аферисты предпочитают иметь дело именно с пенсионерами. Полицейские рассказали о самых частых сценариях и механизмах таких мошенников, раздали памятки. Провели также сход, высказали все мнения, там они все выслушали друг друга. То есть, в общем, обстановка здесь, жители довольны. Говорили, что меньше стало случаев распития во дворе, спокойный двор. Сейчас проводится также в ОПМ профилактическое оперативно-профилактическое мероприятие участок. Ходит чего, производится отработка данных домов, дворов, подъездов. Записывается каждый по квартирный обход, граждане, кто проживает, в какой квартире. То есть, проверяются также съемные квартиры. Продлится мероприятие участок до 1 ноября. С начала месяца произведен обход более 18 тысяч квартир многоэтажных домов и свыше 25 тысяч частных. Проверено 1120 съемных квартир, где выявлено 58 фактов предоставления жилья в найм без регистрации. Представления по ним направлены в налоговые органы. Задержаны 24 лица без определенного места жительства. Проверено более 2000 владельцев огнестрельного оружия, в ходе чего выявлено 6 нарушений правил его хранения. Как ходили? Так ходили, когда на этом перекрестке чуть не сбивали на этой зебре. Несколько раз. И таких случаев, ну я-то как-то успевала, а некоторых людей сбивала, даже зебра лежала. Хорошо сейчас. Вообще, я смотрю, ни пробок, ничего, разъезжается. Очень даже хорошо. А то идешь, заглядываешься туда-сюда, чтобы машина тебе не затворит. Перебегали дорогу, лавировали между машинами, а автомобилисты стояли в пробке по полчаса. Такое движение было раньше на пересечении улиц Украинской и Караванной. Жители неоднократно жаловались на большой поток машин и были услышаны. На перекрестке установили светофор. Данная дорога является оживленной. Ежедневно тут по утрам бывают пробки и выехать с Украинской на Караванную. Трудности возникают. Жители подавали заявление. Также были предписания от департамента полиции о необходимости установления светофора на данном перекрестке. Наблюдался рост дорожных происшествий как с пострадавшими, так и без. Количество его всего за последние три года с пострадавшими было около девяти. По мелким повреждениям транспорта около 36. В настоящее время широко применяется плюс-образный красный сигнал светофора. Он и при этом возможность без помех, но также быть внимательным, но осуществлять маневры налево. Всего в областном центре установлено 108 светофоров. Из них три с красным плюсом.